Трутовик настоящий Трутовик настоящий Легко отличается от других Форма у него копытовидная Поверхность гладкая Покрытая толстой коркой Беловатого или матово-серого цвета В расцветке заметны концентрические зоны Мякоть у трутовика жесткая Желто-бурого цвета И имеет слабый фруктовый запах Нижняя сторона у него плоская И ее окраска может быть беловатой или серой Это многолетний гриб Встретить его можно на протяжении всего года Трутовики настоящие Селятся на деревьях лиственных пород В основном это бук, ольха или береза Но естественно этот гриб не съедобен Долгое время в хирургии применяли этот гриб В качестве кровоостанавливающего средства Его поры отлично впитывают кровь Создавая нечто вроде бинтовой повязки Лечебные свойства трутовиков обширны Эти грибы использовали в терапевтических целях Еще в царские времена В России они настолько популярными были Что их даже импортировали за рубеж Если в трудные времена вас замучает кашель И легочные заболевания Вспомните о трутовике Отварами и настоями этого гриба Хорошо лечить даже туберкулез И еще трутовик настоящий Отлично выводит токсины А также опасные яды из организма Собирать его можно в течение года Но только с живых деревьев Лекарственные снадобья готовятся Из порошка высушенного трутовика Еще из этого трутовика Отлично получается труд То есть его вываривают часа 4 или 5 И потом высушивают И получается великолепный труд А это чешуйчатка золотистая Растет она в основном в светлых лиственных лесах Встречается очень часто Большими группами И активный ее рост в середине осени Вот как раз сейчас ее время Это условно-съедобный гриб Четвертой категории По пищевой ценности она ниже опят Применяется так же как и опята После отваривания 15-20 минут отварили И можно жарить И кушать Чешуйчатка золотистая Очень полезна для здоровья В ней очень много микроэлементов И аминокислот В чешуйчатке содержится много фосфора и кальция Для страдающих анемии Грибы очень полезны Высоким содержанием железа и магния А так же восстанавливает Недостаток организма в минералах Помогает правильно работать Щитовидной железе Так что гриб Применяется и в пищу И в лечении Сейчас в октябре Стали расти рядовки При их время Рядовки или говорушки И очень много Из них Грибов все таки опасных Вот такая вот Рядовка белая Или говорушка белая Запах у нее отвратительный Но скажем так И вид неаппетитный Поэтому я думаю Взять ее вы не догадаетесь Поэтому лучше Полюбоваться такими Ведьмиными кругами И пойти дальше Есть конечно Грибы У которых белая окраска И условно съедобные И съедобные Но в процессе выживания Когда нет под рукой Ни справочников Ни литературы Ни уж тем более интернета Возьмите просто за правило Никакие грибы Белой окраски Не брать вообще Среди них много Много ядовитых А у нас все таки Цель выжить Поэтому нет времени На их распознавание Просто не берите А вот это у нас Чешуйчатка разрушающая Гриб несъедобен И никто его не берет Сыроежка серая Очень неприметный гриб Серые сыроежки Любят хвойную среду обитания Ну Сыроежки Это довольно тяжелая пища Но все таки пища Кстати, эта сыроежка Обладает хорошими Вкусовыми качествами И в жареном И в соленом виде Я вам показывала Как там Говорушки Вот такие вот Анисовые Они такие В молодом состоянии Голубенькие А вот Это взрослая Говорушка Анисовая И видите Она уже совсем не похожа На тот синенький грибочек Единственное Ее выдает запах Анисовый Поэтому Ну и запах Уже конечно слабее Чем у молоденькой Поэтому ошибиться И перепутать ее С другой Говорушкой По идее можно Но все таки Когда вокруг них Около них стоишь Стойкий запах Аниса Их выдает А это опята ложные И вот что хочу сказать По поводу Ложных опят Их очень много Видов Среди них есть И условно-съедобные виды Но опять же Повторяюсь В процессе выживания Некогда Разбираться В видах В их съедобности Поэтому Видите Ложный опенок И лучше не берите Среди них Очень много Ядовитых То есть видите Колечка нет Пластинки Серого цвета И какая бы Сверху шляпка Красивая не была Лучше не брать Говорушка оранжевая Или лисичка ложная Это малоизвестный Съедобный гриб Но низкого качества Используется свежими Отваривают минут 15-20 И можно есть У говорушек Собирают только шляпки Молодых грибов Потому что ножки жесткие А старые шляпки Совсем безвкусные И такие ватно-резиновые Ну а так Вполне Хороший Пригодный Съедобный гриб Но в медицине Он не используется А это Навозники Мерцающие Их используют Когда они Молоденькие А эти вот уже старые И под шляпками Черные Так что проходим Мимо А это тоже гриб С прикольным названием Хлороцебория Сине-зеленая Причем Съедобность ее До сих пор неизвестна Видимо Никто не рискнул Попробовать Такую красоту Ну вот и все Что я вам хотела Показать Что можно найти В лесу В октябре Полезного И съедобного Так что До новых встреч Всем пока-пока Заходите на мой канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому